persisting ui state persisting это тоже что-то держать постоянным то есть неизменным то есть держать например в нашем случае вопрос чтобы вот current state сохранял свое состояние пользовательский интерфейс persisting ui state android does a great job of providing alternative resources at the right time android делает большую работу для того чтобы предоставлять альтернативные ресурсы at the right time в правильное время в подходящее время however, destroying and recreating activities on rotation, уничтожение, however, destroying, уничтожение and recreating и пересоздание activities, recreating activities on rotation во время вращения can cause headaches, может стать причиной головных болей, headaches, то есть каких-то проблем например, в нашем геоквизе such as a geocquiz back of reverting back to the first question when the device is rotated связанный с тем, что когда мы вращаем устройство возвращает нам первый вопрос to fix this back, для того чтобы исправить этот back to fix this back, the post-rotation main activity instance needs to know the old value of current index то есть как исправить эту ошибку? то есть после ротации класс main activity, который создается, то есть это уже новая инстанция main activity, да, получается она должна знать needs to know, needs, нужно, to know, знать the old value of current index, старое значение current index, а не создавать его по новой, да, возвращать ему ноль you need a way, вам необходим способ, you need a way to save the data across runtime configuration change like rotation вам необходим способ сохранять и сохранить эти данные в течение выполнения рандема, изменений конфигурации across runtime configuration change like rotation, таких как ротация, вращение in this chapter you will fix geocquiz ui state loss on rotation back by storing its ui data in a view model in this chapter, в этой главе, you will fix, вы должны исправить пользовательское состояние пользовательского интерфейса geocquiz geocquiz ui state loss on rotation back который вот loss это потеря, убыток, ну здесь вот утерянном состоянии, да, state loss on rotation back by storing its ui data in a view model тем, что мы храним данные ui в view модели, да, потихоньку вот мы подходим к паттерну mvvm, а не mvp, да, mvs, контроллер, да, вместо mvs теперь mvvm view model, you will also address less easily discoverable, but equality problematic, you will also address, вы будете также адресовать менее легкое открытие, да, вот это будет для вас менее легким открытием, но эквивалентно, но очень проблематичное, потому что ui state теряется в процессе уничтожения процесса, да, состояние ui, то есть в нашем случае состояние current индекса, оно теряется using android safe instance state mechanism и нам необходимо теперь использовать android safe instance state сохранение инстанции стейта, вот механизма использования including the view model dependency вообще добавление зависимости view модели, да, прежде чем использовать какой-то класс, то есть view model это тоже какой-то класс, который разработан какой-то компанией, какими-то разработчиками, и чтобы использовать view модель его надо, во-первых, dependency, да, добавить как зависимость в момент, в моменте в моменте you are going to add a view model class to your project в этом моменте мы собираемся добавить a view model class в наш проект the view model class comes from an android jetpack library called life cycle extensions one of many libraries that you will use throughout this book view model class приходит из библиотеки android jetpack jetpack это очень популярная библиотека view model является основной частью этой библиотеки которая называется life cycle extensions то есть расширение жизненного цикла life cycle extensions это вообще сама вот это android jetpack библиотека, она очень популярна и это вот в нашей книжке one of many libraries одна из многих библиотек that you will use throughout this book которую мы будем использовать в течение всей этой книги you will learn more about jetpack later in this chapter побольше про jetpack мы узнаем позже но в этой же главе in this chapter to use the class you must first include the library in the list of dependencies for your project для того чтобы использовать class to use the class you must first include the library вы должны сначала включить библиотеку you must first include the library in the list в перечисление of dependencies for your project зависимости вашего проекта your project's dependencies live in a file called build.gradle вашей зависимости живут в файле который называется build.gradle смотрим каталоги вот gradle scripts и вот есть build.gradle проект и модуль это вот рамка всего проекта а это вот конкретного конкретного модуля то есть модули могут хранить в себе несколько то есть наш проект может состоять из нескольких модулей таких сложных приложений и каждый модуль может иметь свои вот эти вот dependencies классы которые он использует здесь мы видим java unit есть для unit тестирования вот материал есть apicompat kotlin in the project tool window в окне инструмента проекта with the android view enabled включен разбейте expand то есть расширьте the gradle script section and take a look at the contents вот мы раскрыли сделали expand вот этого gradle script и вот видим его содержимое your project actually comes from to build gradle files one for one for the project as a wall на весь проект первый вот это всего проекта and one for your app module и один для конкретного модуля GeoQuiz application one the build gradle file located on your app module откройте вот файл который вот в нашей модели да мы его открыли открыли смотрим you should see something similar to listing for that file вы видите что-то типа этого вот мы открыли и да видим то есть нас интересуют вот эти dependencies вот здесь dependencies кстати вот минимальный SDK уровень здесь тоже установится когда мы что-то меняем здесь в скайпе сразу синхронизация например установим 22 уровень и тут же вот видим надо синхронизировать все изменения the first line in the dependencies section specifies that the project depends on all of the GR files in the labs directory file tree да ну видим у нас чуть другая версия андроида поэтому у нас посвежее чуть по-другому отличаться будет the other lines list libraries that were automatically included in your project based on the settings you selected основанный на настройках you selected when you created it на настройках который вы выбрали при создании этого проекта особенность Gradla то есть он это сборщик проекта он все что все необходимые библиотеки автоматически подгружает загружается и подключает наш проект и все это делает автоматизировано Gradle also allows for the specification of new dependencies Gradle также разрешает вам позволяет использовать новые спецификации новых dependencies новых зависимостей when your app is compiled если когда ваш проект уже скомпилировался Gradle will find Gradle будет искать download загружать and include the dependencies for you и включать dependencies для вас all you have to do is specify an extract string in sentation все что вы должны сделать all you have to do is specify an exact string указать просто специальную указанную exact точную строку incantation как incantation магическое что-то заклинание and Gradle with do the rest и Gradle сборщик проекта Gradle все сделает за вас то есть там магия программирование add the life cycle extension dependency to your app builds Gradle файл as shown in listing 4.2 просто добавляем вот пишем implementation androidx.lifecycle двоеточие первое двоеточие это имя пакета второе что именно в этом пакете и после последнее двоеточие это версия вот таким вот образом надо добавить запись в наш Gradle файл пишем implementation 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 ставим кавычки то есть это язык groove у него нету как в Kotlin скобок у него есть androidx то есть там где вот после android стоит x это а вот уже life cycle extensions появились сейчас более современная версия чем в книжке вышла 2.2.0 ну чтобы он качал современной мы можем сделать вот так и он всегда будет теперь подгружать новую версию ну можем оставить например 0.0 такая версия тоже существует и она тоже как бы вот используется просто можем современную указать но чтобы не сильно отличалась от книжки то есть when you make any change to build Gradle android studio will prompt you подскажет вам да android studio подскажет вам to sync the file figures вот после всего то что мы сделали нам надо синхронизировать android синхронизация прошла то есть вот и Gradle подтянул необходимые файлы вот выскакивается мы видим да sync now то есть как вот здесь там выскакивает this thing ask Gradle это это просьба синхронизировать Gradle to update чтобы обновить build build based основу на которой основано based on your change на основе ваших изменений обновились новые переводчики чтобы by either downloading or removing dependencies то есть либо добавляем новые да нам надо загрузить новые либо удалить ненужные да то есть если мы какую-то строчку например нажмем удалить у нас вот видите опять просят его синхронизировать вот or removing не только downloading но еще и удаление removing to sync either click sync now in the prompt либо синхронизируйте нажимаем подсказки либо files in project with Gradle files file sync project with Gradle files вот такая тоже синхронизация тоже поддерживается adding a ViewModel теперь добавление ViewModel то есть dependency сама библиотека да обширная библиотека Lifecycle Extensions в котором хранится ViewModel мы добавили в зависимость теперь используем сам класс ViewModel теперь вернемся к ViewModel ViewModel is related to one particular screen ViewModel она связана с одним particular screen частным экраном and it's great place to put logic involved in formatting the data to display on that screen и это хорошее прекрасное место для того чтобы поместить туда логику involved воплекаемую in formatting the data который форматирует данные to display для отображения on that screen на этом же экране ViewModel holds to a model object ViewModel будет хранить в себе model object то есть что у нас model object это у нас question ViewModel будет хранить оборачивать question and decorate the model и декорировать да вот эту модель то есть вот ну как фабричный метод создавать вот эту модель adding добавляя functionality to display on screen добавляя расширяя вот функциональность вот этой модели для того чтобы отображать на экране that you might not want in the model itself что может быть и не хочет сама сама модель по себе да using a ViewModel aggregates использование ViewModel объединяет в себе aggregates all the data the screen все данные на экране needs in one place необходимые в одном месте format the data затем форматирует эти данные and makes it easy to access the end result и делает легким получение доступа к ним в конце результата ViewModel is part of the AndroidX Lifecycle Package ViewModel является всего лишь частью да то есть Android Lifecycle Package это вот более обширная такая зависимость там много библиотек прописанных классов но ViewModel это вот одна такая часть which contains и вот эта большая библиотека она содержит Lifecycle-related APIs API всякие классы которые связаны с жизненным циклом Lifecycle-related APIs including Lifecycle-aware components в том числе и Lifecycle-aware компоненты Lifecycle-aware companies observe они рассматривают жизненный цикл the life cycle of some other component некоторого другого компонента such as an activity например такого как activity and take the state of that life cycle into account и помещают состояние этого life cycle в какой-то аккаунт в какой-то счет Google created AndroidX Lifecycle-package Google создала вот этот пакет AndroidX.lifecycle and its contents и его содержимое to make dealing with the activity life cycle чтобы иметь дело с жизненным циклом activity and other life cycles which you will learn about later in this book и других жизненных циклов которые вы будете изучать в течение этой книги например фрагменты будем еще изучать a little less painful сделать немного болезненным то есть пропадает информация you will learn about life data мы будем изучать life data то есть живучие данные то есть когда activity уничтожается данные остаются life data another life cycle aware component in chapter 11 другой life cycle aware компонент в 11 главе and you will learn how to create your own life cycle aware component и вы изучите как создавать вообще свой собственный life cycle компоненты в 25 главе ну сейчас в данный момент now you are ready to create your view model subclass но сейчас вы готовы создать ваш собственный подкласс view model quiz view model то есть назовем его quiz view model там будет например викторина хранить вопросы in the project tool window в проекте project tool в окне инструментов проекта right click кликнем на имя нашего пакета и выберем new kotlin file class и нажмем название quiz view model открываем имя нашего компонента у нас вот senior javaisky geoquiz new kotlin class file и здесь мы пишем quiz view model quiz view model нажимаем ok создали класс for the name and select class from the kind drop down вот создался такой класс in quiz view model add добавляем блок инициализации и переоперем метод on clear log протоколируем decoration создание and destruction и уничтожение of the geoquiz view model инстанции как показано в лестнике 4.3 то есть сначала создадим приватный тег private constval назовем тег и этот тег будет хранить в себе информацию об имени класса quiz view module этот класс будет расширять класс view module видим это сразу пошел на android lifecycle вращение к конструктору вот и создаем блок инициализировать то есть как только инициализируем какой-то класс идет протокольная запись с тегом как положено и пишем viewmodel instance created то есть мы создали viewmodel viewmodel instance created viewmodel instance created и затем переопределяем функцию uncreared обращение к суперклассу оставляем uncreared то есть когда обновились данные uncreared очистились то есть main activity удалился мы пишем тоже с этим же тегом следующую запись viewmodel instance instance of viewmodel about to be destroyed viewmodel instance about to be destroyed вот затем uncreared function is called just before viewmodel destroyed так вот method uncreared будет запускаться сразу перед тем как viewmodel уничтожится method uncreared при уничтожении то есть при создании viewmodel и как только activity уничтожается запускается вот эта штука this is a useful place to perform это очень полезное место useful place используем место to perform any client app для того чтобы выполнить любую чистку such as an observing data source такой как например непросматриваемый источник данных for now сейчас же you simply log вы просто протоколируете simply log the fact that the viewmodel is about to be destroyed что viewmodel готова как бы about что-то типа to be destroyed она уничтожается so that you can explore its life cycle и таким образом мы можем исследовать его жизненный цикл the same way you explored the life cycle of main activity in chapter 3 точно таким же способом мы исследовали жизненный цикл например main activity прописывали вот такие протокольные записи now теперь open main activity kotlin and в методе onCreate ассоциируйте это activity с инстанцией quizviewmodel заходим в наш main activity так buildgradle закрываем вот наш quizviewmodel теперь заходим в main activity и мы теперь будем ассоциировать вот наш quizviewmodel с main activity setContentView метод в методе onCreate onSendContentView и перед тем как устанавливаем кнопки пишем следующий код сначала создаем провайдер это ViewModelProvider через объект класса будет ViewModelProvider то есть мы когда используем ViewModel нам надо его получить с помощью провайдера этого ViewModel ViewModelProvider с точка off и вот this для какого указываем сначала провайдер а зачем сама инстанция quizviewmodel из этого провайдера get и указываем этот класс из которого мы его получаем и делаем протокольную запись что вот получили quizviewmodel через провайдер объявляем провайдер объявляем провайдер показываем что это будет экземпляр класса ViewModelProvider вот то есть когда мы уже вводим он подсказывает что ViewModelProvider is LiveExtension класса и что мы делаем ViewModelProvider мы отправляем в метод off Android LiveCycle Provider off если нет то провайдерс LiveCycle ViewModelProvider alt enter импортировали и у него метод off есть и текущий контекст мы отправляем именно вот Activity да провайдер для вот этого Activity все ViewModelProvider он предоставит что для Activity он понял что мы данные будем хранить вот для вот этого Activity и вот уничтожение воссоздание этого Activity никак не изменит не повлияет на исчезновение данных Quiz ViewModel с помощью вот этого провайдера теперь который мы создали вот здесь и вызываем метод Get получить Get на основе Model на основе класса получаем ViewModel инстанцию ViewModel пишем имя нашего класса QuizViewModel есть ViewModel Java класс нет класс .java и эту ViewModel отправляем его в протокол и пишем Tag Got a Quiz ViewModel . Вот как только мы получаем теперь ViewModel модель будет протокольная запись вот нашей ViewModel и объясняется the ViewModel Provider класс от провайдера not the plural providers обратите внимание на множественное число providers вот класс экземпляр класса provider ну здесь еще providers множественное число providers он предоставляет инстанции provides instances of the ViewModel provider конкретные инстанции классов ViewModel with providers множественное число plural вот provider you call вы вызываете ViewModel providers .of this creates a activity чтобы ассоциировать ViewModel через provider мы вот вызываем метод of ViewModel provider чего of вот этого activity текущего activity здесь наверное main activity еще можно было как-то написать в виде класса соединяем его с activity таким образом ViewModel no plural теперь просто provider единичная инстанция On the other hand с другой стороны provides instances предоставляет instances of ViewModel ViewModel to the activity calling provider.get тем что мы вызываем метод get и указываем имя класса возвращаем returns and instances of GeoQuizModel you will most often see this function chained together like you will most often most наиболее часто видели эти функции связанные вместе например ViewModel providers .of this и .get with ViewModel то есть такое тоже практикуется но здесь вот чтобы было понятно сначала провайдер и к нему к этому провайду уже можно прикладывать метод и заносить сразу данные то есть вот эти две строчки можно объединить в одну такую тоже практикуется это ViewModelProvider действует ViewModelProvider действует как регистр ViewModel то есть мы регистрируем ViewModel тем что мы связываем его с Activity When the Activity queries for a QuizViewModel for the first time когда Activity запрашивает ViewModel впервые да в первый раз for the first time ViewModelProvider creates and returns a new QuizModel instance то ViewModelProvider создает и возвращает новую creates and returns a new QuizViewModel instance новую инстанцию QuizViewModule When the Activity queries когда Activity запрашивает for the QuizViewModel запрашивает class вот этот QuizViewModel after a configuration change после изменения конфигурационных изменений the instance that was first created is returned возвращается первая инстанция которая была создана returned вот под капотом у него такой механизм When the Activity is finished когда Activity завершилась да Finish вызвался метод destroy such as when the user presses the back button например пользователь нажал кнопку назад the ViewModel activity pair is removed from memory то ViewModel activity вот эта пара она тоже удаляется из памяти ViewModel Lifecycle and ViewModel We learned in chapter 3 that activity is We изучали в 3 главе что activity переходит из 4 стадий состояния resumed paused stopped остановлен and non-existent полностью выгружены с памяти не существует We also learned about different ways in activity can be destroyed Вы также изучили про другие способы activity которые могут быть can be destroyed разрушены Either by the user finished the activity либо пользователь завершил activity or by the system destroying its as a result for configuration change или же система разрушила его as a result как результат изменения конфигурации of a configuration change When the user finished finished когда пользователь завершил activity When the user finished an activity they expect their UI state to be reset то он ожидает что его состояние пользовательского интерфейса его будет переустановлено When the user rotates an activity когда пользователь крутит поворачивает свою activity they expect their UI state to be the same before and after rotation то он ожидает что его состояние его UI to be the same будет таким же to be the same before and after rotation до и после вращения rotation You can determine вы можете определить which of these two scenarios is happening by checking the activities is finishing property Вы можете определить какие из этих двух сценариев произойдет is happening by checking когда будем проверять the activities is finishing property свойство is finishing activity то есть у activity есть свойство is finishing оно совершено или нет если is finishing true то есть возвращает true то activity находится в состоянии уничтожения is being destroyed то оно было уничтожено и оно выгружено из памяти в состояние его non-existent because the user finished the activity поскольку пользователь завершил работу над activity such as by pressing the back button or by clearing the apps card from the overview screen из обзорного такого экрана то есть он его встряхнул либо нажал кнопку назад тогда is finishing возвращает true сработал метод он destroyed if is finishing is false the activity is being destroyed by the system because of configuration change если же is finishing возвращает false то activity был уничтожен системой потому что изменилась конфигурация configuration but you don't need to track is finishing and preserve UI state manually но вам не нужно вот вручную проверять отслеживать is finishing и preserve preserve это сохранять и сохранять состояние пользовательского интерфейса and preserve UI state manually вручную when it is a false когда он false just to meet your user's expectation just to meet просто встретить ваши пользовательские ожидания expectation instead вместо этого you can use view model to keep an activity as UI state data in memory across configuration change вместо этого вы можете использовать view модель для того чтобы сохранить activity UI state сохранить пользовательский интерфейс activity данные в памяти across configuration change даже через изменение конфигурации и view models life cycle more closely mirror жизненный цикл view модели более близко от зеркаливы mirrors the user's expectation ожидание пользователя it survives configuration change and it destroyed only when its associated activity is finished оно уничтожается только когда activity уже завершаем работу над activity это больше относится к ожиданиям пользователя потому что пользователь он не ожидает когда поворачивает устройство что activity должно уничтожить что он просто меняет расположение экрана и надеется продолжить работу вы ассоциировали view model инстанцию с activity жизненным циклом activity как вы сделали в лестнике 4.4 the view model is then said to be scoped view model затем говорит is then said to be scoped so that activity is life cycle как жизненный цикл activity что он будет be scoped то есть окружен да в области видимости именно жизненного цикла activity самой this means что это означает это означает this means that view model will remain in memory что view model будет оставаться в памяти regardless of the activity state несмотря на на состояние activity until до тех пор пока activity is finished пока то есть finish возвращает было false пока оно не стало true until once the activity is finished однажды когда activity уже завершилась finished из finish возвращает true such as by the user pressing the back button после если нажал кнопку назад the view model is destroyed наконец-то view модель только тогда уничтожается is destroyed смотрим figure main activity on destroy is called вызвался он destroyed и он смотрит activity is finishing то есть мы завершаем или это on destroy в результате просто изменения конфигурационные конфигурационные configuration change да в результате конфигурационных изменений и мы смотрим если да то если он is finishing то завершается qsb модель если же нет то есть пользователь ожидает еще дальше будет работать с activity то qsb модель остается в памяти таким образом вот вопрос не меняется не сбрасывается на нулевой вопрос this means это означает that the view model stays in memory during a configuration change such as rotation а это означает что view модель остается в памяти в течение даже самого конфигурационного изменения такой как ротация during the configuration change the activity instance is destroyed and recreated в течение конфигурационных изменений activity инстанция activity она уничтожается и пересоздается but the view models scoped to the activity stay in memory но view модель в области область видимости view модели она как бы остается в памяти this is depicted pictured изображение depicted изображен this is depicted in figure folder 3 using main activity and quiz view model то есть before rotation main activity и вот он называет quiz view model в нем использовать during rotation во время ротации используют только quiz view model и после ротации новое main activity но старый тот же quiz view model он не становится новым меняется только main activity to see this in action run geoquiz для того чтобы посмотреть это в действии запустите программу geoquiz делаем перезапуск в локкад select edit filter configuration in the dropbox to create a new filter создаем новый фильтр in the log tag box enter quiz view model и main activity обратите внимание палочка в локкаде там где вот мы фильтровали локкад будет возвращать и теги из main activity класса из quiz view model то есть палочка означает или that is the two class names with the pipe character это означает что имени два класса которые вот с pipe character pipe это вот палочка pipe character between them между ними to show only logs tagged with either class name любая из первого класса либо из второго класса name the filter view model and activity имя фильтра view model and activity and another name that makes sense to you click ok и нажимаем filter и нажимаем ok но мы сейчас напрямую это дело пропишем открываем локкад и вот нас интересует main activity и ставим палочку quiz review model класс то есть вот нас интересует два вот этих activity вот пока вот из main activity пошло создание oncreate bundle то есть просто как запустили да oncreate bundle затем gothic quiz view model получили geoquiz view model тоже внутри main activity мы это получили как только создался да и onstart onresume теперь крутим он и вот и вот гео quiz view модуль тоже что то здесь выдал а нет это продолжение так сейчас теперь крутим в обратную сторону то есть сейчас работает view модель уничтожилась activity и воссоздалась и еще раз мы видим что он onstart onresume onpause onstop он destroy уничтожился это все происходит в main activity oncreate bundle он заново создался и получился новый quiz view model да то есть как только он создается он получает вот quiz view model который а quiz view model он сохраняет свое значение now look at the log теперь посмотрим логи вот мы создали вот main пока работает main activity только но однако при создании мы видим да quiz view модуль то есть он тоже должен был создаться то есть тут дело в фильтре что то почему то есть одна палочка он не отображает он должен оба класса отображать отец там его дали так quiz view model на первую очередь поставим я не хочу так делать не хочет так делать как только если все убрать только он начинает отображать что и правда вот когда он запустился да вот с ее модуль и был у нас танцует всем покажу что и модель тоже создалась здесь с фильтром на ручка вот факт в том что у из биомодул она создается и присваивается прикрепляется к main activity rotate the device теперь вращаем устройство the logs shall the activity is destroyed протоколы показывают что activity is destroyed да то есть вызывайте метод on destroy протокол вот on pause, on start, on destroy затем on create создается и получаем quizViewModel то есть один раз мы quizViewModel instance created уже инстанция не создается а просто прикрепляется существующая view модель the quizViewModel is not это еще не все да quizViewModel when the new instance of main activity is created after rotation когда новая инстанция main activity создается после ротации это оно запрашивает it requires a request the quizViewModel оно запрашивает quizViewModel since the original quizViewModel is still in memory поскольку первоначальный один раз инстанцируемый да quizViewModel еще находится в памяти is still in memory the viewModel or viewModel provider returns that instance rather than creating a new one то viewModel provider возвращает инстанцию скорее чем создание нового одного creating a new one вот он и финальный наконец когда мы нажимаем back button quizViewModel on clear it да то есть когда мы нажмем сейчас кнопку вот эту кнопку все он показывает что viewModel is about to be destroyed вот он показывает что viewModel destroyed destroyed уничтожился и после этого завершился он destroyed обновляйте внимание viewModel destroyed уничтожается до того пока программа выгрузит саму activity то есть она находится в области scope в области видимости от activity вот ну и здесь то тоже самое вот view instance about to be destroyed и здесь он destroyed called this one on destroyed the relationship between main activity and geocquiz viewModel is undirectional то есть оно не прямая связь между main activity и quizViewModel the activity references the viewModel activity ссылается на viewModel no but the viewModel doesn't access the activity но viewModel не получает доступ к activity viewModel просто для хранения данных your viewModel should never hold a reference to an activity or a view otherwise you will introduce a memory leak viewModel никогда не может хранить ссылку на activity или же на какую-то view otherwise иначе бы you will introduce вы бы ввели вот memory leak то есть это называется утечка памяти memory leak a memory leak occurs утечка памяти она происходит when one object holds a strong reference to another object that should be destroyed когда один объект хранит строгую ссылку strong reference to another object к другому объекту that should be destroyed который должен быть уничтожен holding the strong reference prevents the garbage collector from clearing the object from memory хранение строгой ссылки prevents приводит к garbage collector from clearing к очистке объекта из памяти не приводит как раз наоборот prevents prevent это предотвращает то есть мешает что-то не дает делать то есть поскольку к этому объекту строгая ссылка существует а garbage collector не может почистить этот объект после того как он удалился из памяти memory leaks утечка памяти due по причине to configuration change a common DAX это частая ошибка memory leak по причине вот configuration change the details of strong reference and the garbage collection outside of scope of this book детали вот строго строго ссылки и garbage collector они как бы уходят за пределы этой книги исследования то есть ну есть garbage collector который периодически фоновом режиме как diamond поток просматривает и удаляет из памяти объекты на которых нету ссылок а вот такая строгая ссылка на не дает garbage collector выполнять свою роботу if you are not sure about these concepts we recommend reading app on them in a Kotlin or java reference если вы хотите вот изучить sure about these concepts быть уверены в этих концепциях мы рекомендуем вам прочитать их в Kotlin или java ссылках что-то прокутали на java ссылки your view model instance stays in memory cross rotation view модель инстанция вашей view модели она остается в памяти через ротацию while your original activity instance gets destroyed пока не будет уничтожена оригинальная activity if the view model held a strong reference the original activity instance и если же view модель имела бы строгую ссылку на оригинальной activity инстанцию two problems would occur случилось бы две проблемы первое first the original activity instance would not be removed from memory первое оригинальное activity оно даже после того как мы нажали backspace оно не могло бы удалиться из памяти and thus и следовательно the activity would be leaked activity как бы было бы произошла бы утечка activity да утечка памяти memory leak то что называется и second вторая the view model would hold a reference to a stale activity a view модель would hold она бы хранила would hold a reference ссылку to a stale activity к stale activity не свежий к stale activity это такой stale не свежий activity if the view model try to update the view of the stale activity если view модель пытается обновить и вьюшку в свежем в не свежем активите да стейл то есть уже который уже создано активите в памяти его надо вот давно бы изъять из памяти но она еще там стейл уже так не свеже висит if the view model try to update если он пытается обновить вот вьюшку в таком активите it would trigger illegal state exception сразу же выскочит исключение illegal state exception это ошибка который вот завершает работу нашей программы это дэйта to your view модуль то есть мы создали в модель показали да вот при инстанция создается тегом показали метод on clear и срабатывает перед удалением этой модели показали через провайдер на view модуль провайдер создаем в модуль провайдер с . of указываем activity здесь затем осадок из ее модуль с помощью вот этого провайдера и метода get указывая класс в котором находится наша вью модель теперь надо добавить данные в эту вью модель да эти сделаем это на петель с фаналит айм теперь настало вот такое наконец то время то фикси акушер тэшин так исправить вот наш вот этот бак курицу ее модуль из надестрой томатой чем дэвэйм инактивите из куриц в ее модель и она не уничтожается при вращении ротэшин дэвэй и способом мэй на киеве и ссо юкин стаж это активе с югоистой дэйта и таким образом вы можете стэш стаж это тайник прятать вы можете прятать юай активе до стаж до активе юай стоит состояние дэйта данных гео кузьму его модель инстанцию и они как бы там сохраняться и переживут свой фортейшин врата су его гонки копий вы собираетесь копировать за и question and the current index то есть нам надо скопировать в куэшин данные ну то что относится к модели до данные и карантин дэкс инкантин дэкс дэйта франки а активите чуевью моду лонг вилл the logic related to them и всю логику как бы связанную с ними begin by cutting the current index and the question bank properties from main activity сначала начнем с того что мы удалим из main activity question bank наш и current index ctrl x вырезаем now past past the current index and question bank properties into quiz view model as shown in listing 4.6 теперь давайте добавим это дело в гео quiz model наш так как показано вот на листинге то есть мы и инициализация то есть и блок инициализации мы добавляли просто чтобы показать вот view модула инстанция создает создается и то что она создается только один раз и он клэрит нам пока тоже не нужен вот мы создаем question bank приватным и и current index оставляем открытым чтобы получать нему доступ с помощью этого доступа мы отсюда будем получать а конкретные вопросики так это remove the private access modifier вот здесь был правят да мы удаляем remove the private access modifier from current index so that property value can be accessed by external classes поскольку это значение будем будем получать к нему доступ из внешних классов such as main activity класс main activity который выступает в качестве контроллера является внешним классом по отношению к классу quiz view model вот здесь это уже сразу вызвал ошибки мы видим то есть вот это все чему-нечко будем исправлять leave the private access modifier on a question bank main activity will not interact with the question bank directly чтобы напрямую не взаимодействовать с вопросами мы его оставляем private то есть это как бы поддерживает принцип такой инкапсуляции instead вместо этого it will call functions and the computer properties you will add it to quiz view model если мы будем вызывать функции и вычислять свойства you will add которые вы будете добавлять to quiz view model в quiz view model while you are editing пока мы добавляем while you are editing пока вы редактируете quiz view model delete the init and uncreate it logging as you will not use them again то есть logging мы уже не используем их удалили вот скопировали вот то что нам надо next далее это function to quiz view model to advance to the next question добавьте функцию to quiz view model to advance to the next question для того чтобы вот advance продвинуться до к следующему вопросу to the next question функцию also add a computer properties to return the text and the answer for the current question также добавим вычисления свойства для того чтобы выбернуть текст и ответ на текущий вопрос имеется ввиду правильный ответ смотрим вал current question answer то есть текущий question answer ответ у него getter то есть к нему когда будем обращаться мы будем писать question bank и по current index.answer получать ответ тип boolean будет current question answer и current question text у текста тип int будет поскольку это ресурсный текст а не строка напрямую и тоже get будем получать question text из current index вот таким вот образом text rest.id и move to next движение к следующим то есть то есть просто current index мы инкрементируем и остаток отделения получаем на question bank чтобы оно не выходило чтобы не случался index out of bounds exception array index out of bounds еще ввал current question answer будет current question answer и current question text current question answer будет тип boolean current question text будет int текст это сроковый ресурс current question answer мы пишем getter и будет возвращать question bank по current index получили конкретное значение и что мы из этого будем получать получать будем answer . answer а в current index так локат пока закрываем вот в current question индексе обратите внимание он сам предлагает что надо или попроницаризировать либо добавить getter да вот вместо вот этого можно сразу указать вот так равно question bank по текущему индексу ну а теперь не answer а текст разойди вот теперь сам вопрос это будет получать и движение функция move to next движение к следующему вопросу и просто current index инкрементируем остаток от нуля вот этот вот question bank наш все earlier we said that view model stirs ранее мы говорили что view model хранит все данные all the data that is associated with screen needs которые нужны ассоциированному окну формации сформатирует его it makes it easy to access и делает его легким для доступа this allows you to remove presentation logic code from the activity это позволяет вам удалить презентационный логический код logic code from the activity is activity which in turn keep your activity simpler который как бы сделать как бы превратит вашу activity чуть легче сделать сделать активите легким насколько это возможно это очень хорошая идея good thing хорошая вещь any logic you put in your activity might be unintentionally affected by the activities life cycle intent это намереваться да unintentionally то как мы не ожидали affected воздействовать то есть любая логика которую мы помещаем вот именно в activity может как-то вот сработать не так как мы ожидаем по activities life cycle по жизненному циклу activity also it allows the activity to be responsible for handling only what appears on the screen и таким образом это позволяет activity быть ответственным только для хранения for handling хранения only what appears on the screen только то что покажется на экране not the logic behind determining on data to display но без логики которая стоит за определением вот данных что отображается то есть activity он должен просто отображать без какой-либо логики however хотя you are going to leave the update question хотя вот мы собирались вот оставить update question and check answer boolean function в main activity you will update this function shortly to call through to the new quiz view model computer properties you added вы будете обновлять эти функции коротко shortly to call для того чтобы вызывать через новую инстанцию geocuse bio-module computer properties вычисляемые свойства которые вы добавили but you will keep them но вы будете хранить их in main activity to help keep your activity code organized чтобы to help keep помочь хранить ваш код в activity organized организованно далее добавьте ленивую инициализацию свойства next add a lazily initialized property to stash stash это тайник stash прятать stash 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 the geocuse view model instance associated with activity связанную с activity смотрим класс main activity app.compat.activity private.val ну вот и в main activity добавляем теперь инстанцию quiz view model ленивые инициализации что означает ленивые то есть она инициализируется только один раз при обращении а дальше она уже срабатывать не будет и мы его добавляем там где вот main activity было main activity вот здесь вот здесь она будет private используя только внутри этого метода val то есть quiz view model экземпляр класса view model мы объявляем лениво by lazy указываем указываем view model providers view model providers view model providers of откуда указываем activity из этого activity и объединим сразу же теперь два участка get и вот имя quiz view model имя класса да класс точка java лейзи ссылали и методи он крейт теперь это все вот убираем то есть оно проинциализируется один раз using by lazy allows вот использование ключевого слова lazy используем ключевого слова lazy allows you to make the quiz view model property val instant instead of a var сделать его val то есть один раз его проинстанциировать чем var каждый раз мы создавали инстанцию при создании activity this is great это прекрасно because you only need поскольку вам только нужно and want и только вы хотите to grab and destroy grab схватить и хранить your quiz view model когда activity instance activity when the activity instance is created когда она создана so quiz view model should only be assigned a value one time таким образом quiz view model должен only be должен только быть assigned a value on one time only be assigned а присвоено туда значение только один раз нам надо да lazy instance это означает он смотрит если он присвоен какое-то значение если он null он присваивает значение если он не null то есть вот это срабатывать уже не будет вот это срабатывает только один раз ну мы здесь писали да инстанцию блоки инициализации что он и так создается только один раз вот как раз вот то что нам надо more importantly наиболее важно using by lazy means the quiz view model calculation and assignment will not happen until the first time you access quiz view model наиболее важно то что использование lazy означает means the quiz view model calculation вычисление и присваивание quiz view model will not happen until the first time you access не происходит до тех пор пока first time you access пока вы впервые не обратитесь не попытайтесь получить доступ к quiz view model this is good это хорошо because you cannot safely access поскольку вы не можете безопасно получить доступ к you модели до тех пор пока activity.oncreate не запустится if you try to call view model providers .of this.get quiz view model class до before activity.oncreate то есть попытайтесь вот это присвоить до того пока была создана сама activity your app will crash with illegal state exception ваше приложение разрушится с illegal state exception finally теперь наконец обновим main activity для того чтобы отображать content from content и взаимодействие from and interact with your newly updated quiz view model с помощью вашего нового quiz view model которого вот вы только что вот обновили и смотрим листинг обновление question через quiz view model доходим button set on click listener к next button вот тут next button а content index то есть мы это перенесли в метод move to next и вызываем так ну протокольная запись здесь тоже не нужна уже мы уже разобрали что как работает и вызываем из quiz view model да то есть вот видим да здесь первое обращение quiz view model и автоматически вот срабатывает вот этот участок кода после этого quiz view model move to next то есть вот разве онлек следующему вопросу вот и что делать move to next он просто увеличивает current здесь он увеличил current при нажатии next и при апдейте уже когда мы будем обновлять мы же вот по теку и по этому current достаем достаём ну и все равно надо updateQuestion то есть из QuizViewModule доставать это уже логика, она прописана в модуле из поля currentQuestionText и currentAnswer здесь вот updateQuestion мы получаем текст и этот текст помещаем вот в и затем при проверке ответа там где мы получали мы прописали логику в ответе здесь мы тоже получаем с помощью QuizViewModule currentAnswer то есть currentQuestionText получили и currentAnswer получили, вот этот currentAnswer теперь сравниваем с тем, что кликнул пользователь остальные теги как бы уже ни к чему пусть мы это все и исследовали закометим все, запускаем теперь GeoQuiz нажимаем next and rotate the device or emulator и разворачиваем наш девайс или эмулятор запустили compare is the capital нажимаем next и вот оставили озеро Байкал теперь крутим данные уже идут из view модели а в view модель она сохраняет те же данные и ордера Байкал уже не сбрасывается на нулевой вопрос вот преимущество преимущество использование Байкал исправили no matter how many times you rotate и не важно сколько раз мы будем вращать его вот еще раз вращаем там еще раз вращаем the newly minted новое minted чеканить minted новое экземпляры main activity will remember будут помнить что question what question you were on то есть будут помнить какой question был установлен do a happy dance to celebrate solving the UI state loss on rotation back делайте сейчас можете потанцевать счастливым танцем happy dance to celebrate чтобы отпраздновать solving решение UI state loss решение вот этой потери UI при ротации вот этого бага связанным с этим but do not dance too long ну не танцуйте слишком долго there is another less easily discoverable back to squash squash давить squash существует другая less easily discoverable менее легко заметная да видимая открываемая discoverable back to squash для давления которые тоже надо подавить saving data across process death сохранение данных через уничтожение процесса уже configuration change not the only time the OS can destroy an activity even through the user doesn't intend it to изменение конфигурации это не единственный случай а not only time когда операционная система уничтожает activity when the OS can destroy an activity even through the user doesn't intend it to даже если пользователь не намерен это делать да each app gets its own process каждый каждое приложение получает свой собственный процесс more specifically a linux process более специфически это linux процесс то есть android построен на основе linux и каждое приложение это своего рода linux процесс containing a single threat to execute UI related work on and piece of memory to stir object in который состоит из одного единственного потока для выполнения UI связанной работы и для кусочка of memory памяти который хранит объекты в нем to stir object in an apps process can be destroyed by the OS if the user navigated away for a while and android needs to reclaim memory так вот процесс приложения apps process can be destroyed может уничтожен быть операционной системой by the OS так кто делает действие by the OS операционная система делает действие if the user navigates away for a while and android needs to reclaim memory если навигация пользователя выходит away далеко за for a while до тех пор пока android требуется reclaim memory вернуть reclaim возвращать то есть reclaim вернуть память то есть пока андроиду не потребуется вернуть память то есть памяти стало меньше и android взял автоматически грохнул приложение when an app process is destroyed когда процесс приложения уничтожен all the objects stored and the process memory are destroyed то уничтожаются все все объекты которые хранятся в памяти этого процесса они также уничтожаются you will learn more about android application process in chapter 23 более подробнее про вот эти android application процессы вы прочитаете в 23 главе процесс containing resumed or paused activities get higher priority than other processes процессы содержащие возобновленные и на паузе activity которые получают get higher более высокий приоритет get higher priority than other processes чем другие процессы when the OS needs to free up resources когда операционной системе требуется to free up освободить ресурсы it will select lower priority process first он сначала выбирает низкоприоритетные процессы practically speaking практически говоря a process containing a visible activity will not be reclaimed by the OS процесс который состоит из видимой activity containing a visible activity will not be reclaimed не будет reclaimed возвращенную операционную систему и возвращать вернуть if a foreground process doesn't reclaim it если же на переднем плане который процесс он не возвращается reclaim it that means it означает something is horribly wrong что-то пошло не так with the device с устройством and your app being killed is probably the list of the users concerns и ваше приложение было уничтожено killed убита и заправили вероятно из-за низкого пользовательского concerns беспокойства concerns то есть пользователь что-то не предусмотрел but stopped activity are fair game to be killed но остановленные activity они fair game fair пишется fire, читается fair справедливая игра fair but stopped activity но установка activity это справедливая игра fair game to be killed so for example, например if a user pressed the home button если пользователь нажимает кнопку домой home button and then goes and watches a video or plays a game plays a game и после этого смотрит большие видео многопотоковые видео много памяти жирай или же смотрит какие-то стримы, трансляции или играет в игры plays a game your app process might be destroyed ваш процесс может быть уничтожен destroyed as of this writing activities themselves как вот было написано activity сами по себе not individually destroyed они сами по себе не уничтожаются in low memory situations в низко в ситуациях низкой памяти low memory situations even though даже документации вы можете прочитать like что that is the cage бывают такие случаи instead вместо этого android он просто дропит целый процесс приложения from memory из памяти taking any of the apps activities and the view model stored memory destruction destruction which will not call any of the activity or view model lifecycle callback function which will not call он не вызовет какую-либо any of the activity of view model lifecycle callback function или же lifecycle функция обратного вызова lifecycle so how you can save your state data and use it to reconstruct the activity so that the user never even now the activity was destroyed так как же мы будем сохранить вот эти данные и reconstruct the activity когда у нас нет уверенности даже что activity не будет уничтожено destroyed one way to do this is store data in saved instance state один из способов сделать это это хранить данные в сохраненных состояниях инстанции saved instance state 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 is data что такое saved instance это данные которые операционная система temporarily stores outside of the activity который временно хранит за пределами activity you can add values to save instance state by overriding activity .onsavedinstance state bundle вы можете добавить значения которые хранятся в инстанции в инстанции тем что вы переопределяете activity .onsavedinstance state и принимающий bundle .onsavedinstance state .onsavedinstance state это кстати .oncreated то есть создается еще можно использовать savedinstance state вот отсюда .oncreated не завершается is not finished moves не завершает перемещение to the stopped state к состоянию остановки such as when the user processor and the home button and then launched a different app такие как например пользователь нажал home button или же и затем запустил другое приложение да то есть оно остается в памяти this timing is important и вот этот тайминг он очень важен в свое время because потому что stopped activities остановленные activities а market is killable они помечаются как все killable остановленные if убитые if your app process is killed если же ваш процесс приложения он is killed убит because потому что it's low priority to be grounded сколько это приложение низкого низкого приоритета он смотрит по приоритетам чтобы освободить память взял дропнул приложение затем вы можете оставшийся assured that activity on save bundle was already called был уже вызван the default implementation деполтовая реализация on save instance data bundle directs направляет все все вьюшки activity directs all of the activities view to save their states as data in the bundle object для сохранения их состояния данные в объект bundle a bundle is a structure that maps string key to value of certain limited types bundle это структура что отображает является map отображением ключей значений case to values of certain limited types определенных ограниченных типов you have seen this bundle before вы уже видели bundle it is passed into on create bundle он передается в методе on create bundle save it instant state и он типа bundled when you override когда вы переопределяете on create bundle you call вы вызываете on create bundle on the activities superclass and pass in the bundle you just received и передаете в bundle который вы только что получили in the superclass implementation в реализации суперкласса the saved state of the view is retrieved сохраненное состояние вьюшке оно получается and use it используется to recreate the activities view hierarchy для того чтобы пересоздала пересоздала иерархию viewshake activity overriding on save instance state переопределение метода on save instance state you can override on save instance state bundle to save additional data вы можете переопределить on save instance state bundle чтобы bundle в параметре to save additional data чтобы сохранить дополнительные данные to the bundle в bundle пучок bundle комплект which can then be read back который затем можно считать назад считать обратно в on create bundle при создании activity this is how you are going to save the value of current index across process death это то например то как вы можете сохранить значение текущего индекса через даже удаление процесса даже если операционная система полностью дропнет весь процесс вместе с application first во-первых domain activity Kotlin это константа that will be the key for the key value pair that will be stirred in that bundle создаете константу которая будет ключом для пары ключ-значения которая будет храняться в банде мы видим вот там мы писали теперь пишем индекс то есть это будет current index private const val key index в этом файле private const val по соглашению константы с uppercase с верхним регистром и index поэтому значение будет заноситься значение туда class main activity compact activity далее переопределяем onSaveNessInState to write the value of current index to the bundle with the constant as its key и переопределяем теперь этот метод функции onSaveNessInState это уже вот в самом конце все прописали и on save it save instance state с одним bundle так супер конструктор оставляем заносим в протокол запись log d tag unsaved instance state on saved instance state то есть это сообщение будет выведено в протокол когда unsaved instance state будет вызываться переопределение unsaved instance state и мы пишем save it но обратите внимание здесь у bundle другое название out state чем в этой версии уже видите чуть-чуть уже поменялось поэтому надо следить за новинками putint мы ставим intовое значение потому что current index это intv ключ index ключ и значение quizViewModule current index то есть мы используем ViewModule для получения индекса то есть здесь тоже не исключение мы обращаемся к ViewModule и оттуда получаем индекс с помощью ключа key index который мы только что прописали заносим 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 его в bundle то есть out state это вот это bundle переопределяю он saved instance state finally и наконец в методе onCreateBundle проверьте все его значения если он существует если он существует if it exists assign it to current index если он существует то присвоите ему current index текущий индекс если значения с помощью ключа с ключа индекса не существует в bundle то если в bundle объекты null то установите значение 0 должно быть вот так так лезем в метод то есть вычислилим current index is saved instance data saved instance state on null теперь получаем getInt указываем ключ key index ключ индекса и значение по умолчанию 0 если нету pvs оператор поскольку здесь может быть вообще null если там null то ставим еще раз вот так 0 то есть ее модель . current index мы присваиваем значение вот это вот current индекса так вот текущий индекс сохраняется onCreate accepts a level bundle as input вход он принимает bundle который может быть null как input вход это происходит потому что не существует состояние there is no state when a new instance of the activity is launched когда новая инстанция activity запустится is launched by the user for the first time запустится пользователем в первый раз first time so in this case и в этом случае in this case the bundle would be null то пучок вот этот bundle будет null если он первый запустился when the activity is recreated after rotation или после убивания процесса the bundle object will be non-null то bundle объект не будет null the non-null bundle will contain any key value pair you add in unsaved instance state bundle не null bundle будет содержать любое значение ключ значение пару которые вы добавите в unsaved instance state bundle the bundle may also contain bundle также может содержать дополнительное additional information added добавленную by the framework добавленную в framework такую как such as contents of an edit text например context edit text or other basic UI widget state context edit text или другие базовых UI widget состояния rotation is easy to test rotation очень легко протестировать and likely если нам повезет то если это будет низкопамятная ситуация try it out now to see for yourself попытайтесь это сделать сейчас для того чтобы увидеть для себя for yourself на вашем устройстве или эмуляторе найдите кликните настройки иконку настроек с перечислением приложений you need to access the developer options вам необходимо получить доступ к опциям разработчика the developer options which are hidden by default которые скрыты по умолчанию if you are using a hardware device если вы используете hardware device то есть не эмулятор а само устройство you may have enabled the developer option in chapter 2 вы должны включить опции девелопера как показано у нас эмулятор if you are using an emulator если вы используете эмулятор or you didn't already enabled developer option go to system about emulate device system about tablet phone scroll down and at least press и нажмите на кнопку build number 7 times build number заводской номер да такой порядковый номер номер модели 7 раз in quick succession и быстро так раз за 3-4-5-6-7 7 раз надо вот эту кнопку нажать зайти в настройках when you see you are now a developer теперь вы видите что вы как бы разработчик developer options use the back button to return to the system settings верните используйте кнопку назад back button для того чтобы вернуть вернуться to the system settings к системным настройкам scroll down and find developer options скрольте вниз and find to find the developer options you may need to expand the advantage section вы можете расширить продвинутую секцию advantage section on the developer options screen you will see many possible settings много возможных настройок scroll down to the app section скрольте вниз к секции приложения and turn on the setting labeled don't keep activities and turn it включите в настройку labeled метку don't keep activities не храните activity as shown in figure 4.8 как показано на рисунке 4.8 don't keep activities здесь теперь запустите к его quiz и нажмите next to move чтобы передвинуться to another question к другому вопросу чтобы перемотать к другому вопросу нажмите кнопку назад pressing the home button causes the activity to be paused and stopped as you know станет причиной того что activity стала на паузу и остановилась как вам известно as you know мы это уже делали с помощью логов the logs tell you логи говорят вам that the stopped activity has also been destroyed что остановлено activity может также может быть уничтожено just as if the android OS had reclaimed it for its memory потому что android OS может вернуть как бы память его да удалить дробный процесс и вернуть тебе память освободить тем самым however хотя as the logs also shall поскольку логи также показывают also shall on saved instant state bundle метод on saved instant state was also called может также быть вызван so there is hope на что мы и надеемся restore the app перезапустите приложение используя using the list of apps on the device or emulator используя перечень приложения app to see whether для того чтобы увидеть будь то ваше состояние whether your state was saved as you expected сохранилось ли оно так как вот мы ожидали pat yourself pat yourself это pat это отдельно никак не переводится pat yourself это погладьте себя да то есть похлопайте себя по плечу вы молодец pat yourself on the back по спине when your quiz opens to the question you last saw если он откроется с того вопроса который вот you last saw который увидел в последний раз то есть be sure to turn don't keep activities off when you are done testing будьте уверены да убедитесь в том что be sure to turn что вы включили don't keep activities не включать не сохранять activities when you are done testing когда вы завершили тестирование as it will cause performance decrease поскольку оно может также вот быть причиной того что упадет в выполнение decrease remember помните that pressing the back button instead of the home button что когда вы нажимаете вместо home button кнопку назад will always destroy всегда уничтожается activity regardless независимо от того whether you have this development setting включили или нет настройки developer pressing the back button tells the OS that the user is done with the activity нажатие кнопки назад говорит операционной системе что пользователь завершил работу с activity save it instant state and activity records вот save it instant state и записи activity how does the data use stash stash это прятать stash прятать тайник how does the data как же вот эти данные которые вы прячете он save it state bundle save instant state bundle survive выживают после того как умирает activity и даже процессы процесс death when on save instant state bundle is called когда вызывает он saved instant state the data is saved to the bundle object объекты сохраняются данные data сохраняются is saved to the bundle object в объект bundle помещается into your activities activity record by the OS операционной системой в activity записи вот этот объект bundle to understand the activity record для того чтобы понять записи activity let's add a stashed state давайте добавим stashed state такое спрятанное состояние to the activity life cycle в жизненный цикл то есть у нас был не существует мы запустили приложение а метод on create запустился сначала он stop it затем он start приложение было видимым он пауз включается и интер выходит на передний план inter foreground затем он resume он пауз и обратно вот такой теперь в этот цикл между вот несуществующим и остановленным добавим вот такое состояние stashed activity instance death умерла instance state saved но сохранена сохранена состояние инстанции и вот он и стоп это сначала в это состояние возвращается потом сюда если пользователь возвращает activity процесс прокручивается как бы заново spins up крутится раскручиваться когда ваша activity спрятана an activity object doesn't exist не существует объекта activity но живет запись об activity но объект живет в операционной системе и операционная система может реанимировать activity используя activity record если это потребуется when it need to note that your activity can pass into the stage state without on destroy being called обратите внимание note заметьте что ваше activity может передать can pass into the stage state перейти пассажей в stage state скрытое такое состояние stage спрятанное состояние without без метода on destroy без вызова метода on destroy being called on destroy вызывается если мы закрываем нажимаем кнопку назад или сворачиваем из observer over view экрана удаляем а если android просто удалил дропнул процесс то on destroy даже не вызовется you can rely on on stop вы можете надеяться на метод on stop и на on safety state методы being called что они будут вызваны unless something has gone horribly wrong on the device unless несмотря на something несмотря на то что что-то has gone horribly wrong что-то может пойти ужасно неправильно на устройстве on the device typically типично да обычно you override вы переопределяете on safe instance state bundle to stash small для того чтобы спрятать маленькие transit state временные переходящие transit state data данные временные данные состояния that belongs to the current activity in your bundle которые принадлежат текущими активити в вашем bundle in your bundle override on stop переопределите метод on stop to save any permanent для того чтобы сохранить любые постоянные данные any permanent data such as things the user is editing такие как вещи которые пользователь is editing редактирует because your activity may be killed at any time after this function returns потому что ваша activity your activity may be killed может быть убита at any time в любое время after this function returns после того как эта функция вернется returns so таким образом when does the activity record get snuffed таким образом когда activity запись activity получает snuffed ну как разнюхать snuffed snuffed это нюхать тогда же когда же запись activity получает ну нюх что ли призыв к действию наверное when the activity finished когда activity завершается it really get destroyed оно реально становится уничтоженным get destroyed once and for all однажды и для всех at the point your activity record is discarded в точке да то есть ну в этом моменте your activity запись вашего activity она отбрасывается discarded то есть отменять discard отмена и discarded отбрасывать отменять activity records are also discarded on reboot записи activity также отменяется во время reboot перезагрузка boot это загрузка reboot перезагрузка время перезапуски for a reminder about для остатка about what it means что это означает for an activity to finish завершение activity see the section called finishing an activity in chapter 3 смотрите секцию завершение finishing activity в третьей главе итак мы рассмотрели два способа сохранения данных первая через view модель которая и хранит в себе данные current index и вмещает в себя логику увеличения current index и рассмотрели второй способ через он следующая глава теперь какой из этих способов лучше и модель против все стейта он стоит активе аккорд процесс до тех пор пока сервисы стоит запись активе через процесс процесса record across process it also serves an activity record across configuration change он также хранит запись activity across configuration change через изменение конфигурации when you first launch activity когда вы впервые запускаете activity the saved instance state bundle is null to save it to save it instant state bundle on null то есть bundle on null когда activity запускается впервые when you rotate the device когда вы вращаете устройство операционную систему вызывает the OS calls on save instant state bundle для вашего activity операционная система the OS then passes the data you stashed in the bundle передает данные которые вы прячете в bundle и соответственно метод on create bundle saved instant state protects from buff configuration change and process death если же saved instant state защитила одновременно и от обоих и от configuration change и процесс death смерти процесса why bother with view model at all что почему bother что не так с view моделем at all вообще to be fair чтобы быть справедливым geoquiz is so simple geoquiz он очень простой is so simple that you could have gotten away with save instant state only настолько простой что вы можете иметь gotten away прочь the way можете уйти прочь можете уйти с service instant state только то есть вы можете как бы вывести эту ситуацию только используя service instant state да то есть даже без view модели хотя большинство приложений don't rely on a small hard-coded question bank data set like geoquiz does большинство приложений не ссылаются на только маленькие on a small hard-coded question bank такой хардкодный question bank маленький набор данных как мы использовали в geoquiz most apps this day pull dynamic data from a database большинство приложений в наше время это тащит данные из базы данных from the internet или из интернета или же комбинация обоих то есть есть и внутренняя база данных и есть и из интернета данные this operation asynchronous эти операции они синхронизированы can be slow могут быть медленные and use precious battery и используют precious это драгоценный то есть расходу драгоценную батарею and the network resources и сетевые ресурсы and tapping this operation the activity life cycle can be very tedious and error prone склонны к ошибкам error prone и печатание добавление tying связывание этих операций с жизненным циклом activity can be very tedious может быть очень изнурительным и склонным к ошибкам viewmodel really shines viewmodel это реальный такой свет да отблеск когда вы используете when you use it to orchestrate dynamic data чтобы оркестровать да такие динамические данные for the activity as you will see first hand in chapter 11 and chapter 42 все что вы видите вот в первую очередь в 11 главе и в 24 главе for example viewmodel makes continuing a download operation across a configuration change simple viewmodel делают продолжительные загрузочные операции через конфигурацию change simple простым изменением конфигурации это также предлагает вам easy way легкий способ to keep data that was expensive хранить данные которые были дорогими expensive to load in memory чтобы загрузить в память across a configuration change через изменение конфигурации and as you have seen и как вы уже видели as you have seen viewmodel gets cleaned up automatically once the user finished the activity viewmodel получает очищенные автоматически однажды автоматически пользователем закрытые activity viewmodel doesn't shine viewmodel не очищает не светится не ярко doesn't shine in the process death сценарио во время сценариев то есть он не блистает так ярко как например через bundle как мы делали да он saved instant state когда процесс убивает сценарий in the process death сценария since it get whipped away поскольку он выходит from memory из памяти along with the process and everything in it также вместе с процессом то есть удалили процесс удалилась и viewmodel this is where a saved instant state takes center stage это то место когда saved instant state занимает центральную сцену takes central stage but saved instant state has its own limitation но saved instant state имеет свои собственные ограничения limitations since saved instant state is serialized to disk поскольку saved instant state он сериализует disk you should avoid stashing any large or complex objects вы должны избежать stashing прятания any large or complex objects каких-либо больших или сложных объектов as of this writing также как и вот это написание as of this writing the android team is actively working команда android она активно работает actively working to improve the developer experience чтобы улучшить опыт разработки the developer experience using viewmodels используя viewmodel lifecycle viewmodel saved state in a new library в новой библиотеке that was just released to allow viewmodels to save their state across process depth которая была реализована released выпустилась to allow чтобы позволить viewmodel save their state сохранять их состояние across process depth даже после уничтожения процесса библиотека называется lifecycle viewmodel saved state lifecycle viewmodel saved state this should alleviate alleviate облегчить это должно облегчить alleviate some of the difficulties некоторые трудности of using viewmodel alongside saved instant state from your activities использование viewmodel через alongside saved instant state from your activities через во время ваших активит это не имеет значения it's not a matter which is better что лучше viewmodel or save it instant state savvy developers use save instant state and viewmodel in harmony такие хорошие разработчики они используют save it instant state и viewmodel они так гармонично то есть они комбинируют и то и то могут смекалка savvy savvy developers такие со смекалкой да то есть у которых котелок варят умные разработчики use save saved instant state state to stir the minimal amount of information necessary to recreate the ui state for example the current question индекс используйте saved instant state для минимальных количества информации которые необходимо перезапустить для вашего ui состояния например current question индекс это такой один то есть его для такого можно использовать а в модели используем use viewmodel to cache the rich set of data для того чтобы кешировать богатый набор данных to cache the rich set of data needed to populate the ui in memory across configuration change for quick and easy access которые нужны для популяции для наполнения ui in memory across в памяти через конфигурационные изменения across configuration change for quick and easy access через быстрый и легкий доступ when когда when the activity is recreated after process death когда activity перезапускается после уничтожения процесса use the save instant state information to set up the view model as if the view model and activity were never destroyed используйте save instant state information save instant state to set up чтобы установить the view model the view model as if так как если view model and activity were never destroyed были бы никогда не разрушены с of this writing так вот было написано this is no easy way to determine whether определить будь то whether activity is being recreated after process death versus a configuration change определить activity будет ли оно пересоздаваться после уничтожения процесса против конфигурационного изменения why does this matter почему это имеет значение a view model stays in memory during a configuration change поскольку view model остается в памяти during течение конфигурационного изменения например вращения so if you use the saved instant state data to update the view model и таким образом если вы используете saved instant state данные для обновления view model to update the view model after the configuration change после того как конфигурация изменилась you are making your app do unnecessary work вы производите для вашего приложения do unnecessary необходимую работу то if the work causes the user to wait если же работа стала причиной того что пользователь ждет wait or uses their resources или использует их ресурсы like battery например батарею израсхода unnecessarily не по необходимости то есть ну не нужно да unnecessarily this redundant work is problematic то это лишняя работа и это как проблема проблематична one way один из способов to fix this problem is to make your view model a little smarter один способ решить проблему это сделать вашу view model немного умнее a little smarter when setting a view model value might result in more work когда установ установ устанавливается в ее модель значение в ее модели результат в ее модели in more work в большую работу да работа увеличивается first check сначала проверьте whether the data is fresh являются ли данные fresh свежими before doing the work to pull it pull in вместо того чтобы сразу начинать вот обрабатывать эти данные да если данные не свежие то можно просто отбросить этот процесс и ничего не делать с этими данными and update the rest of the data и обновите rest of остаток данных например смотрим some fancy view model напоминаю что fancy это изысканный да вот некоторые вот изысканная view модель some fancy view model и вот там функция set current index установить текущий индекс если индекс не равен current index то current индекс устанавливается load current question from database загружим current question из базы данных да если current индекс равен индексу текущему индексу не это view model nor save it inside state is a solution for a long term storage либо view модель не не save it state является решением для long term для долгосрочного хранения то есть view модель не является решением доход службы если вам необходимо хранить данные которые должны жить долго should live on a long as the app installs the device так долго как вот приложение установлено на девайсе regardless независимо regardless of your activity state независимо от состояния вашего activity use a persistent storage alternative используйте альтернативу какого-то постоянного хранения you will learn about two local persistent storage options in this book это databases два варианта databases in chapter 11 в 11 главе and shared preferences in chapter 26 то есть если долго на охране то мы используем либо shared preferences либо используем просто базу данных shared preferences is fine for very small very simple data если данные они не иерархически такие сложно структурированы и нам не надо реализационная база данных для их хранения то используем shared preferences это очень хорошо is fine for very small very simple data a local database is better option for larger more complex data а локальные базы данных они лучше для опций больших for larger more complex data и более сложных данных если они вот еще между собой сложно связаны in addition to local storage вдобавок к местному хранению you could store data on a remove server somewhere вы можете хранить данные на удаленном сервере somewhere где-то вот remove server somewhere remove удаленный сервер somewhere где-то remove server somewhere you will learn how to access data from a web server in chapter 24 как получать данные сервер вы получите прочитайте в главе 24 if geocquiz had many more questions если geocquiz имеет очень много вопросов questions в нашем случае у нас 5 вопросов а если их много it could make sense it would make sense to store the question in a database хранить эти вопросы в базе данных on a web server или же в веб-сервере rather than hardcoding them into the view model это лучше чем хардкодить их в view модели сразу хардкод это называется когда прям прошиваем жестко since the questions are constant поскольку вопросы являются константами questions are constant it makes sense to persist that i'm independent of actually activity life cycle state то это имеет смысл сделать их персистентными постоянно независимыми их от жизненного цикла activity of activity life cycle state but accessing databases is relatively slow operation но получение доступ к базе данных она связана медленная операция relatively slow operation compared to accessing values in memory который сравнивает доступные значения в памяти so it makes sense to load так он имеет смысл загрузить to load what you need to display your UI and retain that in memory while the UI is showing using a view model так что он имеет смысл загрузить to load what you need что вам нужно to display your UI для того чтобы отобразить ваш UI and retain that in memory и чтобы вернуть что в памяти находится в памяти до тех пор пока while the UI is showing пользователь интерфейс показывает showing using a view model использование view модели in this chapter в этой главе you squashed geoquiz state вы раздавили squashed состояние geoquiz lost bugs вот этот раздавили баги которые связаны были с состоянием geoquiz которые которые корректно accounting связан считаются for configuration change обрабатывает и изменение конфигурации и процесс death и удаление процесса в следующем вы узнаете как использовать Android Studio в следующей главе вы изучите как использовать debugging Android Studio troubleshoot other troubleshoot это разрешать проблемы troubleshoot other другие проблемы more app-specific баг that might arise более приложения специфические баги that might arise которые могут